Дорогие друзья, всем привет! Я рада быть вновь с вами и верю, что это будет очень полезное и важное видео для многих из вас. Потому что та истина, которой я сегодня хочу поделиться, она однажды кардинально изменила мой взгляд на многие вещи и исход многих ситуаций в моей жизни именно благодаря откровению, которое я получила. Знаете, я никогда не знала, насколько огромную силу Бог нам дал в наших словах. И особенно, будучи детьми Божьими, которые приняли Его Сына и были усыновлены, и теперь какую мы силу огромную имеем и власть. И я хочу рассказать вам просто историю из моей жизни, свидетельства из своей жизни и на этом примере показать, насколько много мы имеем и насколько мы не понимаем силу наших слов. Я, когда переехала в Киеве, я жила сначала в центре города, снимала квартиру, а потом переехала практически за Киев, когда купила квартиру. И я очень радовалась этому, мне очень нравилось там жить. Но когда я начала ехать, ездить за рулем, я начала просто видеть округу Киева с другой стороны, потому что к моему дому вела дорога, которая не ремонтировалась, наверное, еще со времен Советского Союза. Она была просто вся в ямах, в таких ямах, которые не просто, это даже не ямки какие-то немножечко, это просто были огромные рытвины, и где однажды просто, потому что машина практически провалилась там, просто посреди дороги туда, особенно когда шел дождь, вообще не видно было ямы этой, и туда просто закинули огромное колесо из-под грузовика, и оно провалилось в эту яму. И вот такие вот ямы там были, и в принципе никто не планировал ничего делать, уже там я жила несколько лет на тот момент, и ничего не изменялось, даже просто не латали эти ямы. И также кружная дорога, которая тоже вела к моему дому, ну, то есть это все было, все в ямах, вот, и никакой разметки, когда шел дождь, никаких тротуаров, никакой разметки, короче, в общем, было сложно ездить. И каждый раз, когда я ехала по той дороге, там постоянно были пробки из-за этого, аварии, и каждый раз у меня такое возмущение происходило в сердце, думаю, ну, как так можно? Ну, вообще, ну, то есть это небезопасно ни для водителей, ни для пешеходов, что вообще происходит, почему никому дела до этого нет? И вот так происходило там полгода, я просто ездила, и каждый раз, когда я там проезжала, я такая, да, вообще возмущалась, короче, внутри себя. Я даже не говорила это вслух, ну, просто внутри такая, думаю, ну, что ж такое? И очередной раз, когда я так возмущалась внутренне, ко мне проговорил Бог в сердце, и он мне сказал такую фразу. «Лика, как ты хочешь, чтоб я благословил то, что даже те, которым я дал власть благословлять, это проклинают?» И я так задумалась и такая говорю внутри себя, стоп, 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 то есть ты мне дал власть благословлять дорогу, а я тем, что я возмущаюсь на неё, я её проклинаю, и я чётко услышала в своём сердце, да, именно это так, ты проклинаешь, и ты не будешь видеть результата в невозможном, если ты не начнёшь это благословлять. И у меня просто появился, честно, спортивный интерес, я сказала, Господь, ну, если это ты мне говоришь, я начну это благословлять, я начну благословлять дорогу, хотя это вне моей какой-то логики, вне моего какого-то понимания, потому что, ну, то есть это кажется, да ладно, ну, как бы мои слова, ну, неужели они обладают такой силой, чтобы исправить то, что годами, десятками лет никак не двигалось с места? И каждый раз, когда я начала проезжать по той дороге с этими рытвенными, ничего не менялось, но я просто говорила, я благословляю эту дорогу, и я просто начала её видеть и благословлять, что она просто европейского качества покрытия, что она просто идеальная, как стёклышко ровное, с идеальной разметкой, с тротуарами красивыми, с новым освещением, просто идеальная. И я просто ездила, я благословляла, я говорила, что ты, вот, я благословляю эту дорогу, я благословляю просто идеальной европейского уровня дорогой. И я прям это видела, ну, как бы в какой-то момент мне стало легко видеть эту дорогу именно так, хотя ничего не менялось. И вот однажды я приезжаю с очередной своей, прилетаю с очередной своей поездки на такси, еду домой, и вдруг таксист меня везёт вообще окольными какими-то путями, и я такая чуть напряглась, ну, потому что это было поздно вечером, и я такая говорю, почему вы меня так везёте? И он говорит, ну, потому что там всю дорогу разрыли, и всё, и как бы туда никак не подойдёшь, никак не подъедешь. И потом со своего окна я смотрю, и я смотрю, что просто начали, просто сняли асфальт с определённого вот куска, который ведёт к моему дому окружной дороги, и с той дороги, которая прямо мимо моего дома, уже непосредственно к моему дому, там, где вот эти ямы страшные были, всё убрали, просто до камней убрали всю дорогу, всё покрытие, и я такая, вау! Ну, то есть они начали делать дорогу, для меня это было такое свидетельство, это было так круто, и потом я смотрю, проходит месяц, проходит второй, а там просто, ну, её не закрыли дорогой, и просто получилась грунтовая дорога. И у меня просто, я смотрю, ну, как бы они ничего не делают, там просто сидит два дядечки, экскаватор и груда песка, и всё, больше ничего нет. И то один курит, второй сидит в экскаваторе, типа что-то делает, то второй курит, ну, сменяет другого. И я просто смотрю на это всё со своего окна, и просто каждый раз, когда проезжала любая машина, пыль поднималась такая, что просто, хотя окна все были закрыты, но у меня везде была пыль, просто на всех вещах, постели, на всём была такая пыль. И месяцы проходили, уже три месяца, наверное, к тому моменту прошло, ничего не двигалось. И мне друзья все говорят, да, Алика, ну, можешь забыть о своей дороге, потому что, ну, ты же знаешь, как у нас, пока не отмоют все деньги, не украдут все деньги, они не приступят к этой дороге. И я такая говорю, ну, и мне так хотелось тоже поверить в это, и так часто происходило, это правда, и логика подсказывала, ну, конечно, ну да, ну, они как бы для того, чтобы отмыть деньги, взяли, начали делать дорогу. И каждый раз, когда я подходила к окну, мне вдруг снова Бог начал напоминать, Лика, ты выбираешь, благословлять или проклинать. И я такая говорю, ну, как, Исподи, как я могу благословлять тех людей, которые там сидят в офисах и, возможно, отмывают деньги? Ну, как я могу? А он говорит, это моя задача, как благословлять. Твоя задача — просто благословлять и просто молиться. Молиться за власть, молиться за правительство, молиться за тех людей, от которых это зависит. Для меня это было вот просто из области какой-то фантастики. И я понимаю, что благословение — это не поощрение или согласие с какой-то неправдой. Нет, благословение, благословлять — это посылать Божье устройство, чтобы если нужно какого-то человека сместить с его позиции, если он коррупционер, то он сместится с его позиции. Но мы благословляем и мы приносим изменения своими молитвами и словами благословения, которые от Господа нам даны. И знаете, интересно, я просто каждый раз, когда подходила к своему окну и смотрела на этих двух мужчин, которые просто сидели там на жаре и ничем не занимались, я просто говорила, я благословляю вас, я благословляю каждого человека, от которого зависит строительство этой дороги. Я благословляю эту дорогу, что она будет идеально гладкая, идеально красивая и будет в короткие сроки этого сделана. И я благословляю каждого человека, от которого это зависит. и вы не поверите однажды ночью просыпаюсь от какого-то шума и я смотрю а дорогу начали делать ну то есть они они начали делать наверное вечером как-то или днем я не видела этого момента и и ночью я смотрю они продолжают работу ночью в общем они начали делать дорогу круглосуточно 24 на 7 без выходных и буквально наверное через три месяца эта дорога была готова и все люди они просто не могли поверить на что они грелика но это год минимум год сколько они будут делать эту дорогу если вот когда ничего не происходило или начнут делать через год дорогу и тут через три месяца это просто была идеальная дорога просто идеального ну как европейского покрытия именно вот и окружная кусок 1 начали ремонтировать именно который вел туда и и моя дорога я не знаю кто на это повлиял как это было в физическом мире но я знаю точно что я увидела ответ на то что мне сказал делать бог интересно что однажды когда мы я ездила по служению миссионерскую поездку в нововоронцовку и мы там делали в одном из поселков собирали детей проводили с владом канашиным с служителями там миссионерами проводили такие как для детей мероприятия поселка того для людей такое мероприятие очень все было просто и по дороге когда я туда ехала меня с забрали вот я на поезде приехала меня забрал игорь и я вот такая мы едем по дороге которая просто такое чувство что тогда еще не было войны но такое чувство что это была бомбардировка и вот после второй мировой просто почему то нее не до делали и просто вот огромные были как как после снарядов каждый вот Вот мы просто ехали, и легче было, наверное, быстрее было идти. И я, у меня уже, не знаю, ну, это было очень сложно ехать, потому что ты просто в таком режиме, тормоз-газ, тормоз-газ. И я говорю, слушайте, вот не знаю, надо благословлять дорогу, молиться, потому что, ну, надо, чтобы эту дорогу сделали. А это вообще вот просто какой-то посёлок, и везде такие дороги там нехорошие. И я просто рассказала эту историю ему тогда прямо в машине. И он говорит, слушай, Лика, ну, давай, так давай, благословляй и молись за эту дорогу, чтобы она была классная. И я такая, окей. И я просто сказала, я благословляю эту дорогу, мы все помолились, и я сказала, вот эта дорога будет идеальная, европейского уровня дорога, это будет просто, ну, прям с идеальной разметкой, всё, эта дорога, скоро её сделают во имя Иисуса. Я помолилась и просто благословила эту дорогу. И через, наверное, буквально через несколько месяцев мне пишет снова Игорь, и он говорит, Лика, не поверишь, начали делать дорогу. И эта дорога, она не делалась годами, и нигде вообще никакую дорогу другую не делали, только вот эту дорогу решили делать. Причём она такая там, ну, как посреди, ну, как бы никакая центральная, никакого стратегического значения не имеет. И он говорит, это такой ответ, что то откровение, которым ты поделилась, это то, что по-настоящему есть, это правда. И, знаете, и после, вот с того момента я начала применять это откровение в своей жизни. Я начала применять то, что реально Бог нам дал. Я видела столько изменений в своей жизни, через свою жизнь. Это просто удивительно. И, знаете, я поняла также вот в тот момент, что, наверное, в нашем народе есть много прекрасных, позитивных сторон. Но так как очень часто наша власть, наше правительство, оно, мы видели много коррупции, мы видели много неправды. И нам всегда, ну, мы всегда, как бы, если мы говорили о власти, то это всегда было с позиции критики. И я не говорю, что нам нужно там говорить неправду, скрывать какие-то вещи, льстить, лукавить. Нет, но я тогда на том примере, я поняла, что тем, что мы будем возмущаться против чего-то, ничего не изменится. Я поняла, что мы, как народ, я, как человек, мне Бог дал ответственность за то, чтобы приносить слова благословения, благословлять власть, благословлять правительство. Благословлять, ну, это я взяла конкретную сферу в данный момент, потому что я просто представила себе, сколько людей проклинают власть. И я представила себе, как, наверное, как бы нелегко, чтобы в нашей стране тогда изменилось что-то, если мы так легко можем роптать, и нам так легко говорить слова неверия по отношению к людям, которые правят сегодня. И я не говорю, что нам нужно поощрять. Я снова же, я не говорю ни в коем случае не за то, чтобы поощрять неправду. Нам нужно говорить, если от нас что-то зависит, мы должны говорить правду и обличать дела тьмы. Но роптать, выражать просто недовольство, сидеть на кухне за чашкой чая и друг другу возмущаться на то, как всё плохо, я вам скажу, от этого ничего не поменяется. Я вам скажу больше, что это, наоборот, ставит преграды для изменений. Я просто увидела на таких небольших вещах, как дорога. И не только. Я могу приводить очень много примеров со своей жизни, жизни моих друзей, которые получили это откровение, что особенно мы, верующие во Христа люди, Бог нам дал власть, благословлять. И мы не можем на украинском нехтувате пренебрегать этой властью. Мы не можем пренебрегать силой слов, которыми Бог нас наделил. И я просто, знаете, хочу, я хочу молиться и благословлять, и видеть Украину процветающей, видеть Украину с мирными границами, и видеть правителей, которые любят Украину по-настоящему, которые заботятся о благополучии Украины. И просто на самом деле есть такая сила, которую Бог нам дал. И я это могу сказать, что я, наверное, только как бы мне это приоткрылось, как щёлочка. И я увидела уже такой результат и такое изменение. И я представляю, там есть такая глубина, там есть дальше, о чём размышлять и чему учиться. Поэтому, друзья, я просто хотела этим поделиться с вами. Я знаю, что это то, что способно изменять реальность. И я знаю, что Божья реальность, она начинается с откровения и с того, что Бог нам говорит делать и даёт силу в наших словах и в наших действиях. Поэтому пишите свои мысли, пишите то, что вы по этому поводу думаете. И, возможно, у вас есть какой-то опыт в этом плане также. Будет очень интересно. Делитесь своим опытом. И до новых встреч. Пока.